всем привет добрый день сейчас будет финал по варкрафту на китайском cg 2013 года элегант в правом углу night elf а в левом углу у нас тяшно народу очень много кто-то сказал что на самом деле у него не просто три ноля а тяж это его первый клан в варкрафте ну кто-то говорил где-то я видел и так пафосное представление запили голосовалку но давайте быстренько запилю итак рассаживаются ребятушки по компам по кабинкам народу очень много много ну весь зал посмотрите девушка там камера летает и снимается и так комментатор с него тиви фанат терминатора может быть может быть так готовятся игроки нас еще ждет пару рекламок перед началом матча голосовалка сейчас проверим в основном все затяжки болеют элегант наконец-то я узнал как выглядит элегант элегант без понятия во сколько они будут а может уже были и кажется финал по старкрафту был потому что полтора часа лет назад я включал стрим там был старкрафт он-то страйк уже будут утащение констрайка crossfire готовятся игроки ждут команды когда можно будет начать игру мировой как бы вот себе прошлый гранд-финал был тоже в китае он нормально неожиданно у нас финал достаточно китайском элегант которого вряд ли кто-то ставил фавориты все же привычно то что у китая выходят всегда инфи sky th fly и тяж от это еще то есть вот эта пятерка всегда ездить на цигану кто-то из них а тут у нас немножко другое его реклама блэд мастера 3 минвал кима и вот эта реклама которая мне не нравится galaxy tab а потому что девушки не очень нет не ценишь красоту восточную не я же был прошлом году в китае там очень много красивых девушек реально много но у нас сейчас warcraft итак начинается игра карта эхо лишь слева естественно и делает первый барак вот это вот это сразу не стандарт 13 лет варкрафт 10 лет варкрафту и делают барак первым наконец-то сразу фаст разведочка элегант справа посмотрим как элегант играет я вообще его игр практически не видел с ним никогда не играл как он играет против хумана я без понятия насколько вообще он крут но вчера хи хи он забрел он забрел также флая посмотрим как он с тяжем сыграют в любом случае они оба уже поедут на гранд финал но битва идет кажется за большие бабосы кто первое место займет получит на пару тысяч долларов больше это хорошая мотивация ну и плюс как бы чемпионом в цг быть даже своей стране это прикольно так ну тяж не стандарт будет герой ставерны я даже не знаю кого он возьмет как вариант панду либо снага застройка но снага застройка ну хотя еще с тинкером застройка может быть будет ли рисковать я не в курсе так погодите у нас почему-то утяж 1 0 уже стоит против элеганты что-то мне подсказывает они опять игру сыграли без стрима одну не на сцене китайцы что с ним взять чувствую сейчас будет застройка потому что перекупил жреца лесных троллей тяж и может сейчас взять и либо тинкер либо нагу и какой герой это нага это будет застройка на т1 сразу же здесь элегант контроля пытается приста забреть но он отходит так связи с демон хантер разменивать с футменами потому что нага стрелами подзамедлила и минус 200 хитов но элегант не стал крепится поэтому застройка будет проблематично и пока что менты не бегут пытается здесь в испов подрезать тяж хорошо разменивается тяж еще есть у него приз который может подхиливать нагу демон хантер очень битой 100 хитов убегает еще нога еще раз стреляет замедляет и нога в обход идет сверху и сейчас демон хантер умрет или нет или да нужно тратить телепорт телепорт нога очень сильно битая но есть жрец лесных троллей который сейчас захилит 2 барак отстроил здесь арча заходилось так но пока что тяж просто разменивается он не бежит ментами застраивать и покажите вообще базу хумана здесь вышечка строится уже пять футменов просто на микро не показывает нам базового хумана вообще там есть стр 2 или нет здесь арчу убивают получает первых пикапу элегант выкупает двух троллей еще один футман подходит не до сих пор то я родину утяжа и пока что нету никакой застройки даже лесопилки нет на дефенс доделывается и футмены с дефенсом против троллей арчи это хорошая вещь то r2 от элеганта так крепит элегант маленькую точку у тяж очень много футманов у них есть дефенс и элегант или даже не знаю как отбиваться с демон хантером первого уровня футмены будет очень сложно зафокусить под дефенсом и здесь здесь идет экспант просто ментами и одним футменом будет крепить экспант притяш играет на классе плюс здесь еще отменяет колодец не отменил его элегант потерял золото и дерево и там ставится экспант параллельно ногу сейчас будут фокусить но она уже сапог и просветочку купила демон хантер без телепорта его можно попробовать футменами отжать нет контроль от контроль тяж здесь ставится экспант с помощью футмена который взял на себя урон от двух троллей под дефенсом и менты всех зафигачили так здесь под бараком сражается ну тяж время тянет потому что экспант строится футмены в контроле от ни одного футмена еще не потерял вот этого футмена может потерять он под дефенсом отступает и демон хантера постоянно нога замедляет правда сейчас последняя мана осталась да элегант кажется не ожидал такого поворота что его просто будут на базе снаги держать а экспант строится так там рядом с маркетплейсом какое-то здание построено ну вряд ли это третий барак скорее хантерс холм там построил и тяж отступает магазин уже строится экспант готов вышечка одна делается пока что все складывается в пользу тяж он не потерял ни одного футмена он отлично разменялся поставил экспант единственный минус только то что у него вместо архмага нога ну просто нога так сама по себе слабый герой особенно когда на соло вот но тяж сейчас прокрепит ее до третьего уровня крепят лагерь наемников выкупает ролей и получит хороший девайс возможно так здесь панда пару хантрес добавил да здесь хантер ствол пару хантрес сделал элегант чтобы с футманами хоть как-то воевать крепится лагерь наемников от элеганта экспант пока что он не ставил здесь 42 лимита утяж их с футманов и троллей элеганты уже потихонечку лорница начинают строиться выпадает пендант маны для панды отличнейший девайс третья нога ровно 3 пока что дар 2 нету утяж а очень поздно будет с лесом проблемы но зато у него хорошая армия сейчас он может подпушить ильфа без лемов правда это сложновато будет сделать но форки тоже хорошо так демон хантер 2 уровня даже моноберн не может сделать и пытается окружить демон хантера футменами и окружая демон хантера нужно передавать став став передавай пытается выбежать демон хантер сейчас будет форкет еще окружает и минус демон хантер пары дыхания футменов но они под дефенсом фокусит за хантресса и просто сейчас ильфа казнят минус тролль под слов все уходит еще нога замедляет постоянно хорошее дыхание на футмены живы и пытается зафокусить панду замедляют его еще слог кинул големчик панда убегает еще откидывает дыхание и да где дряд это первых дряд еще нету на хантрессу переключился покупает поушин просто тяж казнит этого ильфа показывает кто здесь батька первые дрядки выходят но экспанта уже работает и ни одного футмена кажется до сих пор не потерял тяж отлично разменялся выкупил еще пару огров и спокойненько катает ильфа не напрягаясь диспола удрят еще нету сносится баррак ильфа печаль 32 лимита гемон хантер в алтаре панда не прокачанная а здесь армия мерков 54 лимита у тяжа тр-2 только на половине а здесь еще один барак приполз попытка сейчас панду до 3 уровня качнуть но экспанта то нету футман здесь постоянно на разведочке бегает уже дряду харасит и армия из наемников выдвигается сюда минус дрядка демон хантер воскресился его сразу же пытаются окружить там свиток читает нага и кажется окружает демон хантер он передает став панде ставается демон хантер на базу недоконтроливает дряд одну дрядку потерял hunter's hold здесь минусуется четвертая панда ну это просто унижали тебя тяша по-другому не назвать эту игру тар 2 закончился возможно сейчас архмага закажет тяш ну как второго героя либо маутин кинга но без ауру сложновато будет хотя тут игра уже выиграна но элегант не сдается здесь еще минус виск 2 дрядки 2 героя очень сильная армия ульфа 49 лимит у тяша он слил там футменов возможно даже специально чтобы лимит чтобы больше золота здесь три арканки даже в аркшоп не ставит просто три арканки будут масс кастер и масс ведьмаки без мортир не на секунду тяш не отпускает своего оппонента приходит на базу здесь лагает немножко стрим пытается панду окружить выходит еще двое михаилов не знаю насколько там тар 3 закончился нет еще но мишки без лап форки казнят эльфа на базе высасывается знаний знали мана ну эльфа казнят просто вот 333 левела получает хорошее дыхание третий левел двух героев до сих пор апгрейда на у тебя же начинается массовое производство крестов кастеров 40 хорошее дыхание убивает всех футменов но тяжу эти футмены уже не нужны вот только вот этих бамбрах надо спасти может даже телепорт потратить тяжу спасает рядку диспеллица риджуф с демон хантера с дерева небольшие проблемы у тяша выкупает еще свитки пошли ведьмаки с трех арканок второго героя так тяша не взял хочет он одной нагой унижать возможно хочет до 6 уровня и качнуть еще здесь моралков начал крепить нога получит пятый уровень элегант выдвигается на базу куману экспан до сих пор он не собирается делать нет заказал все-таки второго героя тяж архмага демон хантер тут гонит нагло и 74 лимита против там где-то 40 отличный лимит ульфа все шансы чтобы выиграть у него 4 михаил две дрядки два героя а здесь 72 лимита не знаю куда два лимита пропала архмаг уже вышел здесь еще сорочки без мортир будет играть как я уже сказал но зато очень много кастера не представляю даже как здесь будет или сражаться сразу михаила ловит он даже его не пытается спасти на встав него хотя бы ставни до михаила на перезарядке гусь здесь просто отдается отдаются медведи окружается панда она делает дыхание в сорочек но ее окружает а где демон хантер где армия это минус панда нага получает пятый уровень еще менты там целая куча ментов прибежала михаил умирает я не знаю может элегант волнуется играя на сцене но вчера он гораздо лучше играл а сегодня просто просто не знаю эльц батл на 30 уровня или может он просто садил что уже получил квоту на гранд-финал и подумал что его сил не хватит чтобы затащить тяжа и забил пытается блин опять какой-то лаг и окружили у нас демон хантера после лага он в инвуле стоит но сейчас он отпустит это будет минус демон хантер третьего уровня архмак уже там какой-то третий уровень получает неожиданно показывает нам злого тяжа здесь мишки ходят они пытались арканку убить да уж у тяжа 80 лимита он с ровом лицом казнит эльфа здесь еще менты прибегают сейчас возможно демотивирующий нексус поставит нет строят строят торги я бы на паспорт панда в заказе элегант не сдается куча виспо выходит чтобы ой какая какой форкет вошел и минус алтарь панда не воскресилась не ну финал это конечно не финал очень прохладная игра тяж я бы сказал на 3 короче играет как с ребенком что можно еще сказать там даже есть инвизу 40 снесли ему арканки выкупил демон хантера это только на демок хантер у него хватило денег почти всю базу снес уже тяж blizzard качнул до джи джи так но получается тяж победитель в цг китайского только почему-то нам первую игру не показали я не знаю короче для тех кто вчера не смотрел стрим вчера тет с тяжем сыграли первую игру не на сцене потом взяли перерыв пришли на сцену играть это же самое было счет счета 10 начали на сцене играть и сейчас видимо то же самое я не знаю в чем логика почему так почему они не дадут не дождались игры на сцене не сыграли обе игры на сцене я не знаю это это китай мне их не понять но довольно унылый финал три часа назад я спал я после того как мать за третье место прокомментиру пошел поспать полежал немножко потом проснулся в а лет сыграл и включил стрим ну что теперь я не знаю где нам найти а ребят кто в курсе есть ли запись я не будете этой игры как раз первый элеганта против тяжа чтобы ее посмотреть и хотя бы полностью у нас было представление что в первой игре было я чувствую на этом сайте демок не найду а вот видео центр здесь а у нас интервью с тяжем еще давайте посмотрим на победителя wcg китая снова эта девушка хорошенькой юбочки народ что-то разбежался так интервью с тяжем спрашивает его насколько было легко выиграть этого элеганта он говорит предлагает стрем не могу переводить не знаю почему но лагает стрим да у нас прервался картинка пропала и так она спрашивает ты чувствовал как за тебя хав болел и весь гудгейм тяж говорит да я смотрел стрим параллельно полил хавковский стрим и снова картинка лагает я не знаю только что все нормально без лагов смотрели а теперь лагает я не в курсе почему ребят и вообще пропал стрим печаль давайте обновим до стрим вообще куда-то пропал на самом интересном месте то есть игра не интересная была вот короче чё ты не грузится стрим я не знаю вчера такая же фигня пару раз было а вот загрузить блин зачем я зачем я не на главные группы смотрю на самом деле все закончилось интервью проморгали а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, ну ладно, сейчас давайте быстренько посмотрим в этом Есть ли тут вообще какая-нибудь запись первой игры хотя бы Сейчас я еще попробую запустить Здесь вот этот стрим варкрафтовский Посмотреть нет ли там этой игры повтора Потому что я не знаю какой логикой они пользовались И показывали Короче, я не знаю Нет, здесь все закончилось Так, реклама Ладно, народ Значит, на этом закончился сегодня стрим по ВЦГ Пойду я в лалет сыграть Вот